Катаракта. Название этого заболевания происходит от греческого слова, которое означает водопад. Человек с этим недугом видит как бы сквозь пелену запотевшее стекло. Это и есть главный симптом катаракты, который говорит о том, что помутнение уже затронуло центральную зону хрусталика и требуется оперативное лечение. Катаракта может привести к слепоте, поэтому важно заметить первые признаки и принимать меры. В студии у нас Ирина Когут, врач-офтальмолог, офтальмохирург, и мы будем говорить об этом заболевании. Ирина Дмитриевна, здравствуйте. Доброе утро. Вообще, диагноз катаракта, вы часто ставите его пациентам? Часто встречаетесь? Ну, понятно, что ваша профессия в офтальмологии, естественно, встречаетесь, но тем не менее. Ну, катаракта – это заболевание, которое есть практически у всех, с учетом возрастных границ. То есть это все-таки заболевание, которое встречается во второй половине жизни. Ну, сейчас оно встречается более ранее, и в 40, и в 45, раньше как-то более после 60. Ну, катаракта бывает врожденная. У маленьких детей тоже бывает катаракта. Этапы реализации удаления катаракты происходят в достаточно маленьком возрасте для того, чтобы у ребенка формировался зрительный функционал. Катаракта бывает связана с какими-то сопутствующими заболеваниями. Это могут быть заболевания глазного яблока, это осложненная катаракта, могут быть заболевания соматические, в частности, хрустниковый компонент страдает при сахарном диабете, при рематоидных процессах, то есть тогда, когда страдает метаболизм. А так каждый из нас на определенном пути жизни встречается с диагнозом катаракта. Она бывает по градации начальная, синильная катаракта. А потом она переходит, она бывает зрелая, незрелая. Но каждый из нас имеет изменения в хрусталике, потому что хрусталик на протяжении жизни живет вместе с нами. Когда мы рождаемся в более молодом возрасте, хрусталик прозрачный, он выполняет функцию фокусировки, он нам помогает перестраиваться с близкое расстояние на дальнее расстояние, то есть у него очень большой функционал. И он обязательно должен быть прозрачный для того, чтобы качество нашего зрительного восприятия было достойным. Вот как только приходит период изменения хрусталикового волокна, как только хрусталик начинает уплотняться, появляются совершенно начальные изменения, которые могут и не замечаться пациентам. То есть диагноз как таковой мы можем выставлять раньше, чем появляются первые жалобы у пациента. То есть получается диагноз это при офтальмологическом осмотре и таком, наверное, глубоком, большом, полном. На самом деле, когда мы смотрим пациента на узкий зрачок, мы видим центральную зону хрусталика, а когда мы расширяем зрачок, мы видим его периферию. И, как правило, начальные изменения, если они не осложненные заднекапсульные катаракты, а какие-то начальные изменения, они начинают формироваться с периферии. Конечно, поэтому для того, чтобы оценить изменения хрусталика, обязательно нужно осматриваться на широкий зрачок. И вот эта вот жалоба снижения остроты зрения, туманность, она всё-таки в офтальмологии сопровождает очень многие заболевания. И если у вас что-то туманит, это не значит, что у вас смутнеет хрусталик. То есть там совершенно много разных аспектов. И всё-таки это заболевание ставит доктор. Да, Ирина Дмитриевна, ну вот если диагноз поставлен, понятно, что всё зависит от стадии, на которой находится развитие заболевания. А как лечится ли оно? Какими методами? Вообще как? Что дальше? Ну вот почему мутнеет хрусталик? Потому что страдают окислительные процессы. То есть хрусталик изолированный, он не питается, у него нет сосудов, он питается за счёт влаги передней камеры. Вот нарушение окислительного баланса, да, нарушение углеводного баланса, это приводит к тому, что хрусталик начинает меняться. У всех он меняется по-разному. И даже если вам поставили диагноз катаракта, это не значит, что, допустим, завтра что-то с вами случится. Это может происходить достаточно долго, и 10, и 20 лет. Степень помутнения хрусталика может быть на оставаться на каком-то определённом уровне. А хрусталик может быть и быстро помутнеет, то есть в течение там и месяца, и двух месяцев. То есть в зависимости от того, что вы имеете по своему метаболизму, какая у вас возрастная граница, и какая у вас всё-таки катаракта. Если она начальная и не осложнённая, то, естественно, прогноз благоприятный, и само изменение хрусталика будет более постепенным. Если же у вас катаракта осложнённая, как-то при осложнённых катарактах изменение хрусталика более глобальное и может протекать очень быстро. Ну вот, насколько я знаю, делаются операции, да, по лечению катаракта? Ну да, как какового глобального... Что это за оперативное? Ну вот это, скажем так, хрусталик лечится по-разному. Есть методики консервативного лечения, но я не могу сказать, что они каким-то образом предотвратят то, что вы будете оперироваться. Да, есть методики, да, есть витаминные капли, да, они не противопоказаны, но никаких чудес они не делают. Это достаточно большая панель препаратов, витаминных, которые в амбулаторном звене назначаются, и пациент их капает с определённой периодичностью, ну и динамически наблюдается. Конечно, основное лечение хрусталика – это оперативная хирургия катаракты, ну, которая является достаточно микроинвазивной, она не составляет, скажем так, какой-то такой опасности глобальной для пациента, она не производится под наркозом, она имеет, скажем так, достаточно быстрое выполнение, да, диапазон временной, ну, быстро катаракты оперируются, где-то 10-12 минут. Минут. Технологии, да, достаточно такие, ну, прогрессивные, что ли, что всё это совершенствуется, совершенствуется, и микроинвазивные пациент сейчас не так, как раньше, он выписывается практически сразу, ему делается катаракта, он пережидает где-то часа два, отпускается, на следующий день приходит к хирургу. Но уже выбор искусственного хрусталика, который устанавливается в глаз, всё-таки определяет не врач амбулаторного звена, а врач-хирург, потому что учитываются параметры глазного яблока, его размеры, та рефракция, которая была у пациента, если пациент близорукий, там, один расчёт линзы, если он гиперметров, другой расчёт линзы, и учитывается пожелание пациента, как он хочет видеть вдаль, на близком расстоянии, что он хочет оставить, маленький минус, чем он занимается, насколько ему нужно зрение, то есть это тоже очень важно. И если раньше оперативное лечение катаракты проводилось тогда, когда пациент достаточно мало видел, если по стандартам где-то одна-две строчки, тогда проводилась операция катаракты, то сейчас операция катаракты проводится на более ранних сроках, если пациент видит, допустим, 50% или больше, но это мешает ему работать, это меняет цветовую гамму, это сложно ориентироваться в профессии, или не хватает, ну, скажем так, яркости изображения, тогда на усмотрение хирурга он может оперироваться и на более высокой остроте зрения. Ну, хотелось бы сказать следующее, что если вы идёте на операцию, это не значит, что вы будете видеть так, как вы видели в молодости. Это ошибка всех пациентов. То есть есть какие-то очень большие ожидания, да? Хирург не бог, не надо ничего ожидать. Вы будете видеть так, какие заболевания имеет ваше глазное яблоко. Если вам удалили хрусталик, у вас есть какие-то изменения на сетчатке, вы будете видеть, соответственно, этим изменениям, потому что очень много пациентов, ну, как бы считают, что если им поменяли свой хрусталик на искусственный, они должны видеть супер. Не всегда ожидания оправдываются. Поэтому, когда вы входите в операцию катаракта, вы должны обговорить с хирургом, узнать прогноз, ну, чтобы быть настроенным на определённую остроту зрения, которую вы получите в послеоперационном периоде. Ну, послеоперационная реабилитация, раз уж мы заговорили про операцию, длится для работающего контингента где-то в течение трёх недель месяца, потому что исключаются зрительные нагрузки, ну, а так, в принципе, жить в обычном режиме. То есть как-то ограничений таких в жизни? Да, существенных нет. Правильное выполнение тех инстилляций, которые назначаются после операционного периода, определённые ограничения супер минимальные, и динамическое наблюдение у офтальмолога по месту жительства. И ваши проблемы катарактальные решаются в одно мгновение. Такие хорошие положительные прогнозы. Если вовремя заметить, если обратить внимание, если заниматься, если... Ну, всё-таки это не то заболевание, про которое мы часто говорим, это не глоукома. Даже если вы немножко припоздали, и вы закрыли, нечая на глаз, и поняли вы, что другим глазом ничего не видите, такие пациенты тоже есть. И вы пришли, врач вам поставил диагноз катаракта, всё-таки это менее опасно, нежели там какие-то другие диагнозы. И прогноз всё равно более благоприятный. Ирина Дмитриевна, большое спасибо. В студии у нас была Ирина Когут, врач-офтальмолог, офтальмохирург. Мы говорили о таком заболевании, как катаракта.